На открытое первенство Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта, в рамках которого и проводился турнир «Хрустальная шайба», собрались более 150 юных спортсменов. Хоккеисты 10 лет и младше боролись за звание сильнейших на протяжении недели. Весь этот турнир дает оценку эффективности подготовки команд региональных клубов. В каждой команде есть свои лидеры, свои звездочки. По игре в целом, до последнего момента, даже сейчас, сохраняется интрига. Непонятно, кто выиграет, кто займет третье место. Еще борьба идет. Эта встреча для команды из Ноябрьска решительна, а ямальские стерхи выкладывались на льду по полной, ведь от игры зависит их расположение в турнирной таблице. Мы готовились, да, серьезно к этому турниру отнеслись, ехали. Задача у нас была попасть хотя бы в тройку, на призовые места. Ну и ребята, я смотрю, как бы относятся серьезно, игра идет неплохо. Бывают провалы где-то, бывают хорошо. Но вот сейчас вот если выиграем, то минимум третье место уже у нас есть. Первые и второй периоды ноябрьцы вели отличную защиту и хорошо работали в нападении, обогнав соперников на пять очков. Только в третьем активизировались представители Севастополя. Две подряд заброшенные шайбы позволили гардемаринам не закончить игру сухим поражением. Заключительный гол достался стерхам. Итог матча 6-2. Рады игроки и болельщики. Это значит, что хоккеисты из Ноябрьска завершили турнир лидерами вместе с командами Чита и Астана. Победителям достались медали и эксклюзивный кубок с добавлением серебра и золота. Он был изготовлен итальянскими ювелирами специально для турнира. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.